Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец, сегодня понедельник, 7 октября 2024 года и в своем минувшем видео я попросил вас принять участие в голосовании на моем YouTube канале для того, чтобы высказать свое мнение относительно того, нужен ли анонс в самом начале видео 77% принявших участие в нем сказали, да, анонс нужен и 23% высказались против, таким образом, анонс остается единственное, что я принимаю предложение относительно того, что нужно выставлять тайм-коды к сожалению, для этого не всегда есть время, но анонс, я думаю, я смогу отделять от остальных новостей это было короткое объявление, а теперь очень короткий анонс Путин празднует сегодня 72-й день своего рождения украинские силы обороны уже поздравили его украинские ракеты прилетели по нефтехранилищу Феодосии в ответ на это кинжалы ударили по Киеву и Староконстантинову все ракеты, летевшие на Киев, были в итоге сбиты Российский торговец оружием Виктор Бут, которого обменяли в рамках сделки с Соединенными Штатами причастен к торговле оружием с йеменскими хуситами установил американский журнал Wall Street Journal Российская всероссийская государственная телерадиокомпания сегодня подверглась масштабной хакерской атаке в результате которой были выведены из строя ее сервера а также возможно уничтожен архив российских пропагандистов Путин из-за страха перед украинскими дронами перестал появляться в Сочи впервые за последние 20 лет и словословия в адрес российского диктатора заставили поздравлять даже детей в детских садах и наконец курс российского рубля скатился на годовое дно но об этом сегодня сообщают СМИ и так обо всем этом говорим подробно и так сегодня как сообщили СМИ изначально были поданы в контексте того что украинские беспилотники ударили по нефтебазе в Крыму и речь идет о нефтебазе которая расположена в оккупированной Феодосии об этом сообщают местные а также украинские телеграм-каналы терминал находится на восточном краю Феодосии недалеко от поселка Береговое его уже атаковали ранее украинские беспилотники в декабре 2023 а также в марте 2024 года по сообщениям с места были полностью уничтожены два из хранилищ а три остальные серьезно повреждены из-за чего возникло три очага возгорания как сообщают дым над горячей нефтебазой поднимается тремя столбами также местные власти из-за приступа паники сначала объявили чрезвычайное положение потом под давлением гауляет раксионова отменили его в конечном итоге им снова пришлось его вводить в экстренном порядке эвакуировали местных жителей и сообщается о том естественно об этом говорят представители оккупационных властей о том что ситуация с загрязнениями находится под контролем ну мы понимаем под каким контролем из-за этого также сегодня были вынуждены перенаправлять транспорт поток который идет по Керченской трассе ну крымчане прекрасно знают о чем идет речь он был вынужден перенаправляться по улицам города Феодосии таким образом выведено из строя крупнейшее нефтехранилище в Крыму второе аналогичное меньшего размера находится в Севастополе изначально информация о том что нефтебазу атаковали беспилотники позднее была исправлена об этом сообщает Генштаб вооруженных сил Украины нефтебаза акционерного общества морской нефтяной терминал была повреждена украинскими ракетами подразделениями ракетных войск об этом говорится в сообщении ГШ ВСУ сегодня ночью был нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника в оккупированной Феодосии автономной республики Крым в районе объекта зафиксировано возгорание последствия поражения уточняется говорится в сообщении при этом какими именно ракетами было нанесено поражение не сообщается пишут об этом эксперты это могли быть либо американские тактические баллистические ракеты атакам с либо украинские крылатые ракеты на базе противокорабельных Нептунов об этом в частности сообщает портал Милитарный ну и как результат сегодня противник немедленно после этого были подняты в воздух после утренней атаки атака произошла сегодня утром 4.25 утра и уже ближе к где-то 8.30 утра приблизительно были подняты в воздух МиГ-31К и запущены три аэробаллистические ракеты Кинжал две из них летели на Киев и один на Старок Константинов сообщается о том об этом говорит Киевская городская военная администрация над городом Киевом Кинжалы Х-47М2 были сбиты обломки упали в районе сразу четырех районов города Киева Деснянского, Соломенского, Голосеевского и Шевченковского также сообщается о том что не удалось сбить ПВО баллистическую ракету «Искандер-М» а также один кинжал и управляемую авиационную ракету Х-59 Кинжал попал в районе аэродрома Староконстантиново-Хмельницкой области это подтвердили в воздушных силах также в результате действий ПВО сегодня было сбито 32 вражеских ударных БПЛА а 37 российских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины в результате активного противодействия РЭП то есть мы видим что РЭП в Украине уже работает настолько эффективно что по количеству уничтоженных российских беспилотников уже они смогли достичь большего результата чем средства противовоздушной обороны ну и еще одно важное свидетельство укрепления украинской системы ПВО накануне очень сложного осенне-зимнего периода который уже фактически наступил тем временем влиятельное право американское издание Wall Street Journal сообщило об очередном скандале в который оказался вовлечен как его назвали в США торговец смертью Виктор Бут, который был осужден в США на 25 лет по делу о торговле оружием который был арестован в Таиланде и затем выдан властям Соединенных Штатов Америки в результате обмена на американскую баскетбилисту Бритни Грайнер его недавно вернули и он даже смог стать депутатом законодательного собрания Ульяновской области Wall Street Journal сегодня пишет о том что Виктор Бут в августе 2024 года участвовал в сделке по продаже автоматов Калашникова еменским хуситам на общую сумму 10 миллионов долларов поставки должны начаться в октябре даже сообщается в какой порт они придут речь идет о еменском порте Хадейда и этот груз должен поступить под видом продовольствия но это большая гарантия что либо он туда не отправится теперь уже либо если он действительно они будут настолько упоротыми и будут отправлять его он туда просто не дойдет и будет перехвачен либо американцами либо британцами ну либо просто с ним что-то случится и он отправится на дно Wall Street Journal пишет о том что Бут с его связями в террористических кругах и преступном мире является важным посредником для Кремля также говорится о том что хуситы проявляли большой интерес к поставкам ПТРК противотанковых ракет и зенитных установок сам Бут в комментарии российскому РБК назвал публикацию Wall Street Journal посвященной дню рождения Путина 72 года диктатор он сказал что хотелось бы отметить что в отсутствие других значимых медийных персон американские СМИ используют раскрученные имиджи в свое время бренд оружейного барона то есть мое имя конец цитаты ну очевидно что увлечение Бута тесно связано не только с Кремлем но и с российскими спецслужбами всплыло это имя совершенно не случайно сегодня в мировой прессе это говорит о том что пристальное внимание которое ему оказывается ему послали по сути черную метку о том что все их сделки они полностью известны сейчас американским и британским спецслужбам любая попытка осуществления подобной сделки будет очень жестко пресекаться еще раз повторю так как действуют обычно американские спецназы в частности подразделения морских котиков либо их британские коллеги из САС общеизвестно грузы не доходят они тонут они взрываются ну а самому Буту отправлена черная метка если он не успокоится его персонально могут ждать очень неприятные новости какие как правило человек уже узнает из собственного некролога также к годовщине сегодняшний день рождения диктатора Путина были взломаны сегодня сервера крупнейшего российского пропагандистского ресурска всероссийской государственной телерадиокомпанией которая объединяет 80 региональных телекомпаний Россия 1, Россия 24, Россия культура и другие источники в пропагандистском СМИ газета РУ сообщают о том что не работало онлайн вещание внутренних сервисов не было интернета и телефонии также инсайдеры сообщили о том что новостийный комплекс Россия 1 на Ямском поле не работает полетел центральный контроллер все сервера, выпускные бригады выехали на Шаболовку также сообщалось о том что возможно были уничтожены резервные копии и архивные видео сам телеканал смог возобновить вещание приблизительно в 6 часов утра однако первый выпуск новостей вышел только в 10.25 хотя такие выпуски должны выходить каждый час беспрецедентную атаку был вынужден комментировать даже говорящий рот Путина Дмитрий Песков который заявил о том что последствия атаки является беспрецедентными и сейчас все бригады работают над восстановлением последствий вредоносного вмешательства и уже позднее стало известно о том что ответственность за хакерскую атаку предпринятую сегодня супермасштабную взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группа под названием Суда РМРФ об этом сообщают СМИ безусловно сегодняшняя атака была имела четкую привязку к дню рождения диктатора но как известно российский зритель долго не может существовать без пропагандистской иголки будучи подсаженным им уже десятилетия тому назад поэтому каждый день простое пропагандистов создает очень серьезную проблему информационного вакуума последствия которые мы видим в частности в Курской области тех областях которые находятся под контролем украинских сил обороны где местное население очень быстро переключилось уже на критику и собственных местных властей в том числе и действий Кремля поэтому истерику Пескова и Кремля абсолютно очевидна они сегодня очень сильно боялись увидеть в эфире ВГТРК постановку балета Лебединое озеро которое в России и не только в России традиционно связывают с концом режима однако Лебединое озеро в эфире России 24 сегодня не вышло однако это не означает что этого не произойдет позже на этом плохие новости до Путина не заканчиваются как выяснило издание проект Путин все больше опасается за свою жизнь из-за атак украинских БПЛА которые научились преодолевать расстояние в тысячи километров обходя при этом системы российской ПВО и достигая целей в том числе за полярным кругом в частности по данным издания Путин уже 7 месяцев не появляется в своей любимой резиденции Бачара Ручей в Сочи он не был там в мае на 12 мая день рождения своей гражданской кто-то говорит и не гражданской официальной жены бывшей гимнастки Алиной Кабаевой 12 мая они должны были там встретиться сама Кабаева проживает на территории Сочи безвылазно как минимум с 2011 года однако Путин в этом году впервые за много-много лет в Сочи так и не появился также не приехал он и на свой любимый бархатный сезон который начинается в сентябре эту традицию также впервые он нарушил сообщается о том что Путин не изменял своей традиции появляться в Сочи даже с начала полномасштабового вторжения он принимал здесь президента Турции Эрдегана диктатора Белоруссии Лукашенко президента Азербайджана Алиева президента Казахстана Касым Жамар Татакаева и премьер-министра Армении Пашиняна однако все резко поменялось в прошлом 2023 году когда город начали атаковать беспилотники 20 сентября минувшего года недалеко от Сочинского аэропорта из-за дронов взорвалась цистерна с топливом и это явилось для Путина первым тревожным сигналом и после этого, после того когда украинские дроны еще больше нарастили дальность своего действия и увеличили собственную эффективность, Путин панически боясь атаки украинских дронов отказался ездить, это при том, что у него есть бронепоезд это говорит о том, что Путин боится передвигаться не только воздушным путем не только на самолетах и вертолетах, но в том числе и куда более безопасным железнодорожным транспортом еще один пример путинской фобии, из-за чего пришлось отменять запланированный визит в Турцию произошел не так давно, Путин во время всех его полетов по территории РФ сопровождает истребители Су-30СМ также сообщал, что по рекомендации личной ФСО, Федеральной службы охраны Путина он начал носить на публичных мероприятиях постоянно бронежилет как утверждали источники издания Middle East Eye Путин собрался недавно отправиться с издетом в Турцию однако он потребовал то, что его в этом полете должны были сопровождать два истребителя Су-30СМ на что турецкая сторона ответила резким отказом из-за систем ПВО НАТО который работает в режиме свой-чужой ну понятно, позволить самолетам иностранного государства, не входящего в НАТО влететь в воздушное пространство, контролируемое не только ВВС Турции, но и НАТО естественно, РДЖПРТ и Пардоган на это прийти не мог из-за этого Путин был вынужден даже полностью отменить свой визит в Турцию вот он, результат путинских фобий, как говорится, налицо ну а словословие в адрес Путина сегодня изливается во всех пропагандистских СМИ в Телеграм-каналах, достаточно сегодня зайти в сети Соловьевы зайти в прочие, значит, РИА Новости, ТАСС и тому подобное для того, чтобы увидеть многочисленные постановочные видео которые пишут из так называемой зоны СВО российские военнослужащие также, как выяснило издание Верстка сегодня принудительно в российских детских садах и школах детей целыми группами заставили на камеру записывать поздравления и здравится в адрес диктатора Путина обычно дети, как пишет Верстка, стоят на фоне портретов Путина и говорят заученные слова о больших победах России под его руководством и поют песню неофициальный гимн, который заставляют петь российских октябрят или как они там называются, не знаю дядя Вова, мы с тобой также есть примеры того, когда аналогичные поздравления записывают и российские школьники и студенты ну здесь, собственно говоря, ничего нового ну и, наконец, издание The Moscow Times сообщает о значительном ослаблении курса российской национальной валюты рубля на понедельник, сегодня в понедельник, 7 октября курс китайского юаня поднимался до отметки 13,59 рубля это максимальная с октября 2023 года с середины июня рубль упал на 17% к юаню 15% к доллару и почти на 10% к евро при этом, как отмечают аналитики заметный вклад в ослабление курса рубля вносили внешние ограничения, мешавшие притоку экспортной валютной выручки на российский рынок ну и главной угрозой для российского валютного рынка остаются американские санкции в частности, 12 октября то есть, через 5 дней истекает срок лицензии на операции с московской биржи которая попала в американские санкционные списки вот такие у нас новости такой он сегодняшний день день рождения со слезами на глазах российского диктатора очевидно, все поздравления для него еще сегодня не заканчиваются ну и появилась шутка комментируя возгорание над феодосийской нефтебазой Владимир Владимирович с днем рождения а что это? торт? да, вот даже свечи на этом торте можете их задуть такие у нас новости, друзья на сегодняшний день 7 октября 2024 года берегите себя подписывайтесь на канал не забывайте рекомендовать видео друзья, мы знакомы друзья, слава Украине слава ЗСУ слава украинскому спецназу с вами был майор украинской армии Тарас Близовец до новых встреч, друзья пока-пока субтитры сделал DimaTorzok